Всем привет! Отправимся сегодня выполнять основное сюжетное задание. Уж больно мне эта область как-то что-то не нравится. Поскорее бы её уже покинуть. Маловато тут и городов полезных, где можно и поторговать, и посмотреть на интересные детали автомобилей. Поэтому, чем скорее мы расправимся с делами, тем лучше. Такс, а что, собственно, мне нужно сделать? По-моему, принести голову железного вот этого вот чудовища, ну, то есть робота. Или нет? А, нет, мне реликвии нужны. Вспомнил, да. Мне нужны некие реликвии, которые на заводе вот здесь вот располагаются. И сейчас мы будем их искать. Но всё не так просто. Понятное дело. Я, кстати говоря, когда первый раз проходил игру, тут довольно много плутал. Вполне возможно, кстати, это повторится и сейчас. Слишком узкий проезд. Это да. Мой грузовик тут не проедет. А пешком ходить слишком опасно. Нужно поискать машину поменьше. Кажется, я видел здесь поблизости то, что мне нужно. Какой-то, однако, глазастый. Я не видел, а он видел. Так. Где же она стоит-то? Надо вспомнить просто. По-моему... Нет, ну не там. А вроде как вот там. Так, у меня что-нибудь полезное есть. Я просто сейчас думаю, как всё это будет работать с текущим модом. Там должны быть хоть какие-то компоненты, хоть какой-то запас топлива. Если там будет паршивый баг, всё это будет весьма печально. Спасибо тому, кто забыл здесь эту тачку. На ней я смогу проникнуть на завод. Думаю, никто не обидится, если я позаимствую её ненадолго. Сейчас заправлю зажигание мотор. О, тачка-то резвая, зараза. Да, ну это... Так. Что мы получили? А, у нас тут... Понятно. Да. Машинка-то получается у нас именно сюжетная. То есть её автор мода даже не удосуживался переделывать. Ну, в свете того, что добавил, собственно говоря, возможность себе такую купить. Ну, и правильно, я скажу так. Дело в том, что сейчас вот, если бы пришлось мне... Даже если бы сюда были поставлены самые паршивые запчасти, мне в любом случае пришлось бы очень быстро действовать и следить за бензином. Но сейчас, как можно заметить, он вообще хоть тратится, интересно знать. Ну, ладно, это не так уж и важно. Кстати, вполне возможно, именно этот скрипт, который сейчас сработал, используется авторомода для как раз-таки смены машины в гараже. По крайней мере, какой смысл изобретать велосипед, если это уже было кем-то сделано? Вполне возможно, что именно так и поступил автор модификации. Так, я сюда проехался просто поискать, если тут что-то. Так, ну, судя по нашему багажнику, влезет сюда максимум три каких-то вещи. Боевые ситуации тут, насколько я помню, не предвидится в принципе. В основном вся проблема именно в том, чтобы найти то, что нужно, и потом уехать благополучно. А вот я как раз, если правильно помню, находил эти реликвии. А вот когда надо было уже выбираться, вот тут-то была основная проблема. Так. Интересно, мне туда случайно не надо? Давайте сперва скатаемся в ту сторону. Так, так, так. Ага. Ну, я думаю, это весьма красноречиво говорит о том, что сюда мне не надо. Да, тут прям кататься одно удовольствие. Ну, бензин практически не расходуется, да он вообще не расходуется. Эдакая передышка. Так. Ну, мне сюда, очевидно. Передышка после стольких часов контроля за датчиком топлива. Именно. Так. Вот, не помню я, куда мне. Ну, сюда мы сможем проехать или нет? Вроде сможем. Тут достаточно мелко. Я, кстати, абсолютно не помню, тратился ли бензин до этого на этой машине. Вполне возможно, что и нет. Единственное, что... Скорее всего, можно его просто побить банально. И всё. Так, ну, в трубе, по-моему, тут нет именно... Да, вот. Ну, чуть-чуть ударился, но вроде как ничего не отнялось. Нет того, что нам нужно. Всё, что нужно, находится именно на территории. Так. Разумеется, нам не скажут, что и где искать. Придётся искать самому. И здесь, конечно, определённая будет проблема. Поскольку я действительно не помню, где находятся эти реликвии. Нам нужно вроде как только две из трёх. Или что-то типа того. Так, ну, они... Как они выглядят, я, кстати, тоже не помню. По-моему, что-то вроде... Ну, не ящичков, понятное дело, а этих самых... Свертков, что ли. Ладно, в любом случае, сейчас покатаемся, посмотрим. Так. Скорее всего, сегодня будет наиболее мирная из всех серий. Не очень-то хочется, конечно, много времени тратить именно вот на эти покатушки. Но придётся. Почему-то вспомнился мне Сталкер сразу же. Вполне возможно, потому что там очень много именно вот тоже таких вот заводов. Разрушенных. Ну, конечно, тут разруха побольше. Очевидно. Так. Не совсем ясно, зачем тут вообще вот это вот. Вроде как ничего и нет. Из-за именно каких-то скрытых ништяков тут тоже вроде как ничего найти не удастся. Единственное, вполне возможно... Хотя нет, пушки тут, наверное, не будет. Просто потому, что сражаться не с кем. Да и нам бы её сразу дали. Так. Вот это первая реликвия. На что она хоть похожа? Не совсем понятно, что это за штука. Хотя, я думаю, какие-нибудь технары вполне возможно что-нибудь именно в этом опознают. Электронщики. Похоже, это одна из тех вещей, про которые говорил Оракул. Давайте, кстати, поближе глянем. Осталось найти вторую. Так, они у меня находятся... Кажется, вот здесь и квестовые предметы. Да, специальные предметы. Старинный артефакт. Думаю, этот непонятный артефакт вполне устроит Оракула. Ну, честно говоря, теряешь в догадках, что это вообще такое. Если, конечно, у этого вообще, в принципе, есть какое-то, так сказать, соответствие из реального мира. Но, как правило, у всех вещей в этой игре есть, так сказать, прототипы в реальной жизни. Всё-таки это недалёкое, так сказать, будущее. Ну, альтернативное, скажем так. Игра всё-таки не новая явно. И поэтому тут явно такие артефакты как раз-таки прошлого. Так. А вот где вторая вещь? Эту я, по-моему, кстати... Вот либо эту я долго искал, либо вторую. Вот. Какую из, я уже не помню. Так. Ну, значит, нам нужно искать, получается, какой-то предмет. Он, скорее всего, будет другой. Это будет что-то иное. Но вот где эта вещь находится, это уже хороший вопрос. Так. Да, кстати говоря, по поводу сталкера, раз уж я вообще вспомнил эту игру, на мой взгляд, не знаю, у меня даже как-то фоллаут, последние я имею в виду фоллауты, которые трёхмерные идут, они мне как-то меньше нравятся в сравнении с тем же сталкером. Сталкер, как-то, не знаю, может быть, просто душевнее, как-то ближе, так сказать. Вот. Ну, даже дело не в этом. Там атмосфера именно какая-то такая более целостная, что ли. Ну, вполне возможно, всё-таки дело именно, так сказать, в близости этой самой атмосферы. В отличие от именно такой американской, в том же фоллауте. Типичной, вполне себе. Так. Ай-яй-яй. Ага, ну, по крайней мере, я узнал, что мы можем всё-таки повредить автомобиль. Сейчас бы ещё вспомнить, где эта вторая часть, я тут уже, по-моему, круги нарезаю. Здесь, если я правильно помню. Хотя давайте сюда сгоняем. По-моему, мне сюда и надо. На всякий случай, сохраняюсь. Так, если это не выезд, значит это... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не хочется перевернуться просто. Ладно, это было неизбежно. Так. Потому что там, вроде как, уже ничего нет. Единственное, что я, может быть, проскочил. Вроде так стараюсь уголки осматривать. Да и к тому же вещи довольно крупные. Они просто-напросто видны. Так. Здесь я, наверное, не проеду. Ага. Вот здесь можно пролезть. Так, где же, где же, где же вещи, нужные мне? В кустах? Что-то не знаю. Какие-то у меня смутные такие воспоминания о том, что это и вообще где это. Поэтому довольно сложно будет это именно найти. Осматривать придется более тщательно. А выезд где? Вот это я не помню. Ладно. Сейчас мы тут посмотрим. Ага. Вот здесь можно проехать. А здесь можно даже заехать. Отлично. Ага, вот и вторая штука. Ну, довольно быстро справился я. Честно говоря, я даже сам не ожидал. Что это блестит? Похоже, это одна из тех вещей, про которые говорил Оракул. Теперь у меня есть все, что нужно. Пора возвращаться к Оракулу. Так. Возвращаться. Дело-то хорошее. Главное вспомнить как. Что-то мне подсказывает, что надо будет прыгать. Практически не помню этот момент. Ну, я уже говорил. Очень все смутно. Так. Тут я проеду. Сомневаюсь. Вот там зато проеду. Там небольшая рампа. На нее и заедем. Делькс. Мне очевидно в эту сторону. Хотя. Да нет. Там я бы никак не проехал. Где-то тут. Должен быть выезд. Так. Вот это вот куда? Ага. Это, я так понимаю, у меня обратно можно будет выехать. Сейчас посмотрим. А. Вот я и выехал. Все. А раньше я что-то круги какие-то помню наворачивал. Ну, наверное, искал эти вещички. Сейчас все довольно быстро обернулось. Обернулось. Кстати, можно было несколько усложнить задание. Например, выпустить еще несколько именно вот этих вот кузнечиков, всяких, ну, именно таких легких автомобилей. И чтобы надо было там от них прятаться, по трубам по этим проскакивать и быстро-быстро найти, пока вас, собственно, не уничтожили. И именно не давать возможность отстреливаться, вот как сейчас. Когда бы это было как-то несколько более динамично. Ну, это на мой взгляд. Ну, и отлично. А машина-то куда-то... А, вот она. Да. Скаут GT. Ну, все. Можно возвращаться к Аракулу. И сейчас, по-моему, он заставит учинить его вот эти вот передатчики. Вроде как. Это если я, опять же, не путаю ничего с другой сюжетной веткой. Хотя... Хотя вообще уже мало помню. Именно отличия, то есть... Какая-то такая общая смазанная картина о сюжете есть. Ну, кроме, конечно, основных событий, понятное дело. Такие наглядцы, а. А что это у меня... А, понятно. Извиняюсь. Так. Хотя, кстати, так было гораздо удобнее. Надо почаще использовать именно этот вид. Что-то помяли мне, да? Помяли немножко. Зерсток вообще. Так, ну ладно. Я, пожалуй, все-таки топливо возьму. А, опять кто-то там пытается. Так, крейсер. Крейсер в очень плохом состоянии. Надо бы с ним поторговать, пока его не уничтожили. И сбакрить ему это топливо. Давай. Неплохо, кстати, он топливо берет. Вполне себе. Так. Ну, да. Ничего хорошего нет, кроме того, что я пока покупать не планирую. Денег, естественно, не хватает. Что с заданиями? Новостей нет, заданий нет, ничего нет. Ладно. Так. О. Где-то пошла жара. Сейчас, честно говоря, боюсь даже как-то вмешиваться. Хотя теперь уже, собственно, не до не до боязней. Уничтожили, к сожалению, торговца. Если это был торговец. Ну, больше некому. Опа. А, ржавая кобра. Ну, по крайней мере, деньги. Так. Уничтожили какого-то торговца. Печально. Но, ничего. Должны появиться новые, по идее. Так. О. Неплохой, кстати, с них лут. Сейчас посмотрим, осталось ли что-нибудь с торговца. Скорее всего. А, ну. Кто это был? Ну, короче говоря, судя по размеру колес, видимо, Урал какой-то, да? И, видимо, не особо вооруженный, потому что... Хотя, КПВТ был. Ну, ладно. Тем не менее. Так. Да что ж такое, мне ж... Так. Количество зарядов. Вообще, собственно, да. У меня тут уже все отстреляно, поэтому выбора особо нет. Единственное, что... Сейчас, наверное, опять про эту кнопку переставляют. Нет, не пришлось. Смотрите-ка. Так, а что за фигня вообще? Как так получилось, что у меня... Вот. Другое дело. То-то я сможет, что-то не то. Так. Наступательный ураган. Стоп-стоп-стоп. Это все? Да, похоже, что все. Ну, ладно. В любом случае. Это не столь важно. Вряд ли у меня хватит денег на полную починку Зевса. Он, кстати, того стоит. Такой шафтецкий. Неплохой, в общем-то. Так, а здесь, здесь... А, вот с тобой можно, как минимум, с тобой поторговать. Ну, сейчас я торгую с городом. Смотрите, хватило даже, чтобы починиться. Вот это неплохо. Забирайте. Забирайте, забирайте, забирайте. И... Что вы мне можете предложить? Нет, это мне не нравится. Мне надо починить вот эту штуку и, соответственно, ее... Вот так. Да, похоже, зря я опасался прям так серьезно. Тихо, только не тарань меня. Что не будет мне хватать денег на элементарную починку. Вполне возможно, денег не хватит на какие-то серьезные покупки. Это да, это может такое произойти. Но именно вот на ремонт вроде как и хватает. Так. Тут я, однако, не проеду. Как бы не хотел. Ммм... Вообще интересно, есть тут еще какие-нибудь поселения? Скорее всего, нет. Крайней мере, очень похоже. Зря съехал с дороги. Хочется уже доехать, так сказать, с комфортом. Что подразумевает отсутствие бандюков. Но, скорее всего, не получится. Так. Это что? А, ну ладно. Если получится, кому-нибудь... О! Тебе и впарим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Как ты удачно, однако, тут оказался. Дружище. А, по-хорошему, еще вот эту... Чего? Это я, типа, всю ночь проторговал, да? Угу. Ну, видимо, в цене не сходились долго. Так. Давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ах... Забирай. Ну и, конечно, сразу бандиты. А мне в ту сторону надо? Нет, мне... Как раз не в ту сторону, поэтому вполне возможно удастся просто уйти. Не хочется сейчас с ними разбираться, тем более что... Ха! Кстати, заметьте. А зеленый вот этот вот торговец мне друг. В то время как второй Белаз, с которым... А, так стоп, я же с Белазом не торговал, да? Или торговал? Нет, я торговал вроде с городом. До свидания. До свидания. Просто охота посмотреть, как вот эта штука шмаляет. Вроде серьезно. Ну, кстати, кто-то уже потрепал. Видимо, кто-то пытался сюда прорваться. Не смотря ни на что. Так. Да, занятно, конечно. Выглядит локация. Ну, вот это ее часть, по крайней мере. Ну, и по идее, сейчас нас попросят вот эти вот три башни навестить. Которые я в прошлом эпизоде, кажется, уже проезжал все. Давай. Я вижу, ты неплохо поработал, странник. Да, я принес то, что ты просил. С этими деталями дело, наконец, двинется с мертвой точки. Считай, что ты получил благословение богов. Я выслушаю твой вопрос. Моего отца зовут Айвенго. О, прошу прощения. Айвенго. Он был исследователем. Много лет назад он без вести пропал и оставил меня на воспитание своему другу. Недавно в нашу деревню напали какие-то мясники и убили всех. Я не услышал вопроса. Ты хочешь узнать, кто эти люди? Ты жаждешь мести? Да, то есть нет. Я думаю, что отец еще жив и хочу найти его. Но я уверен, что нападение на мой дом связано с его исчезновением. Понимаю. Местонахождение Айвена Гоу неизвестно мне. Жаль, что ты зря проделал такой путь, странник. Прощай. Постой, я пришел не с пустыми руками. Этот диск принадлежал моему отцу. Говорят, ты сможешь его прочесть. Может быть, то, что записано на нем, укажет путь. Даем, короче говоря, Оракулу поиграться в игру. Диск, с которой у нас, собственно говоря, валяется давно. Но давно я не видел ничего подобного. И уж точно никогда... Никто никогда не приходил ко мне с такой просьбой. Хотя, в самом начале... Это моя единственная надежда. Те агрегаты, что ты привез, помогут. Пожалуй, все получится. Но ты должен помочь мне вспомнить. Конечно, только скажи, что делать. А, да, у него вот эти вот банки памяти его распределенные. И нам их нужно сейчас подключить будет. Сфокусируй энергии сверх, чтобы небесный свет озарил темноту моей памяти. Оставь эти загадки для темных аборигенов. Скажи, что именно я должен сделать. Возьми трех моих помощников и отвези их к трем мингирам. Сюда, сюда и сюда. Они сконфигурируют удаленные модули памяти. Только смотри, чтобы эти дикари, которые поклоняются мне, не вмешались. Я отправлюсь немедленно. У меня появилась надежда. Так, и нам дали R2-D2. Если я правильно помню. По крайней мере, очень похожих. Ну да, я думаю, несложно заметить сходство. Помощник, ремонтник и настройщик. Три разных, обратите внимание. Так. Где они там находятся? Честно говоря, уже не помню. Один вот здесь. Один, по-моему, тут. Ну ладно, в любом случае, придется ездить по порядку. Так или иначе. Такс. Что там лежит? Там что-то хорошее лежит или? А, скорее всего, там какая-то дрянь, да? Потому что хорошую я бы, наверное, забрал. Да, очень классная штука. Пусть она здесь продолжит лежать. И отправляемся к башням. Вроде как это последнее тут задание. Можно будет уже уезжать. Единственное, что вот осталось, конечно, узнать, куда же мы поедем. Хотелось бы что-то новое. Какую-нибудь новую локацию. Там у нас было... Как она называлась? Либрум. Хотелось бы в Либрум все-таки. Дело в том, что я не очень хорошо помню, посетим ли мы все локации. Ну, вернее, как? Правильнее будет сказать, все ли локации посещаются в обоих сюжетных ветках. Вот так будет правильнее. Вот этого я не помню. Так, с тобой я, кстати, не торговал, по-моему. Ты, видимо, не хочешь, да? Или хочешь? Да хочешь. А, у тебя ничего нету, да? Как жаль. Ладно. Можно, кстати, перезарядить все это дело. Мне сюда. Мне. Да, мне сюда. Стоп, нет, нет, мне не сюда. Мне в эту сторону. Сейчас кружок бы намотал, а тут срезать не особо-то и получается. Вот везде эти горы не сильно приятные. Да, последние свои дни доживает этот торговец. Скорее всего, в следующей встрече с бандюками он уже не переживет. Ну и учитывая, что они начинают подтупливать, хотя они, наверное, не подтупливают, вполне возможно, это из-за повреждений. Все-таки тут есть или нет. Вот это я не помню, кстати, здесь уже была система повреждений отдельно оружия, отдельно ходовая часть, отдельно кузов. Вот не помню. Или это уже добавили потом, в меридиане 113. Как-то совсем не помню. Там это, вроде, точно было. Надеюсь, это поможет Оракулу вернуть память. Что значит третий? Это первый. Ты что-то путаешь, дружище. Так стоп, а он вроде как... Он вроде должен был тут кататься, нет? Ну, ладно. Значит, я плохо помню. И я, скорее всего, не с того начал. А, стоп. Так... Где задания там у нас пыли? Они, видимо, разными над заданиями, да? Да. Тут и оно. Я бы сейчас еще кружок намотал бы, если бы не вспомнил про это. Ну, хорошо, что он мне сам подсказал, что это последний ремонтник. Так. Ну, значит, справляемся. Это, скорее всего, второй, к которому мы сейчас едем. Он хоть так не называется, а то я... Нет, все правильно. Не подписано тут, какой из них какой. Ну, так даже, по-моему, лучше. Там по пути заедем, да и все. И сразу к нему, обратно. Так, там, кстати... А, ну там это... Бедное это поселение, да. А с другой стороны, можно и заехать, посмотреть. Вот и второй ремонтник принялся за работу. Осталось доставить последнего. Как же все-таки медленно он сдает задом. Прям вообще. Зато по прямой, именно, носятся очень даже резво. Так, о чем вы торгуете? Я уже не помню. А, это... Понятно. Это вы, ребята. Не тратил, не тратил. Ничего интересного нет. Да, ничего интересного нет. Так, и надо переставить. Наверняка там... Не, все в порядке. Как ни странно. Я думал, опять нарушилось все. А тут никак срезать точно нельзя. Нет, там горы какие-то подозрительные. Я там не взберусь. Попробовать-то можно, конечно. Вот там вот. Но что-то как-то все это дело... Мне не нравится. Тем более, я там вроде катался. Ничего интересного там нет в плане... Всяких ящичков. Поэтому... Смысла там рыскать. Пороще объехать. Так, нам все время налево. По идее, да. Нет, налево. А потом вот здесь вот направо. Вообще какая-то такая непонятная... Стоп, что там валялось? Непонятная территория. В том плане, кому-то понадобилось строить эту... Вернее, этот суперкомпьютер ставить. Воу-воу-воу-вау! Тихо-тихо! Понятно, это мега-лут. Кого-то там убивают. И убивают, похоже, Белас. Промазал. Вернее, я просто не ту кнопку нажал, честно говоря. Слушайте, опасные ребята напали. Тоже Белас. И, кстати, его разобрали. Тихо. Ну, мы отомстили. Жаль, конечно, мы спасли торговца. Но тут ничего не поделать. Так, вот эту вот фигню. Так бы, конечно, его все-таки именно выгоднее спасти. Просто потому, что ему можно было бы сразу все это и впарить. Так мне придется сейчас искать еще. Так, ты пока, наверное, полежишь. Потому, что мне интересны только вот такие вот вещи. Ну, конечно, да, сразу же. Постоянно путаю кнопку, забываю, что у меня... Тихо, не надо шуметь. Постоянно забываю, что у меня там идет разделение именно... ...на плазму и на лазер. Так, ну, этих, по-моему, не бывает никогда. Ничего. О, торговец. Самое забавное, что самый из всех из них... Дай я туда-туда. Самое забавное, что непотрепанный именно Белас вот этот, но относительно непотрепанный, нарвался на довольно такой серьезный отряд бандитов. В то время, как уже изрядно побитый вот этот вот торговец на крейсере остался жив. Ну, скорее всего, ненадолго. Что там постоянно происходит? Какие-то взрывы. Неспокойная территория и неудобная, потому что куча гор вот этих вот. Практически постоянно есть шанс, что свалится тебе на голову. Ну, с другой стороны... О, ракеты пошли, по-моему, в ход, да? По-моему, с охотника, если я не ошибаюсь. Только у него так резко они стартуют и с такой скоростью. Последний робот. Первый ремонтник на месте. Как шустро принялся за работу. Где? Не вижу. А вроде показывали, как они ездят тут, чинят что-то. Или это там возле него они... Не помню, короче говоря. Ладно. О, там чего-то лежит. Ну, скорее всего, какая-то гадость. Иначе я бы уже взял. Ну, не гадость, но... И не прям хорошая вещь. Ладно, отвезем тогда хорошую новость Оракулу. Получим задание, наконец-то. И завершим эпизод. Дальше отправимся уже в новую область. Слушайте, а там все еще разборки идут. Как бы они ни заваля... Хотя там доты, там не должны их... Какой захват цели, что ты несешь? Какой тебе захват цели, может быть? Ой. Все? Захватили цель? А вы только не отпускайте главное. А, слушайте, а серьезные ребята эти роботы снесли. Причем снесли и... А, нет, охотник... А, с четырьмя процентами охотник остался жив. Слушайте, вообще жесть. Опа. Привалило. Разрушительный слон, слушайте. Это прям вообще здорово. Так. Значит, ну вот как... Это что вообще такое? Алгор. Скорость перезарядки. А, ну мне надо? Вообще-то, наверное, надо. Повреждение энергетического 40. Энергетического 30. Скорострельность. Скорострельность, повреждение. Надо поставить вместо чего-нибудь. Возможно... Не, ну вместо брони это будет, хотя... Но скорострельность, по сути, нам заменит повреждение. По большей части. Ладно, это мы подумаем над этим. Так. Продать мне сейчас будет некому, к сожалению, эти вещи. Надо будет как-то покрутиться с этим. Сохранюсь именно здесь, на всякий случай. Вот. Здесь-то ни с кем не поторговать. Да, охотник прям остался... Жив чудом просто. 4 всего хп, это, конечно, мало. Ну, башня танка, прикольная штука. Надо будет её опробовать, как минимум. Хотя, артиллерию как-то не очень люблю. Разницы особо, конечно, нет. Понятное дело, что тоже она медленно стреляет. Но плазма как-то, не знаю, попроще. Поближе. Моя функциональность значительно повысилась с подключением новых модулей. Я ещё не закончил полную проверку всех систем, это займёт некоторое время. Но хоть что-то ты уже можешь сказать определённо после всех этих заданий. Этот диск действительно принадлежал Айвену Гоу. Это дневник, содержащий большое количество данных о современном мире. Скорее, читай последние записи. Счёт неоглавление диска. Последняя запись. Подготовка к экспедиции. Да, это то, что надо. Читай дальше. Однако, получить вышеуказанную информацию не представляется возможным, так как она защищена сложным ключом, расшифровка которого заняла бы несколько лет. Старфорс, не иначе. Это, как я понимаю, неприемлемо в данной ситуации. Не понял, что ещё за ключ? Судя по его характеру, с 96,7% вероятность это ещё один диск. Какой ещё диск? Я столько проехал ради твоего совета, а ты посылаешь искать какой-то кусок пластика. Ищите и обрящите. Возможно, ключ спрятан среди вещей Айвена. Да, пожалуй, стоит ещё раз побывать в доме отца. Ну, понятно. Ну что ж, на этом эпизод я завершу. В следующем мы отправимся, видимо, к дому отца. Ну, а дальше уже посмотрим, куда нас там закинут после этого. Всем спасибо за внимание. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok